Итак, друзья, всем привет! Сегодня 6 августа 2023 года. Продолжаю переселение пойманных бродячих раев в ловушки. Переселять буду в ульи. Это рой номер 16. Посмотрим, что за рой. Сейчас ловушку убираю из этого места и ставлю на это место ульи. Так как пчелы уже облетывались на этом месте, летная пчела полетит обратно сюда, на это же место. А там будет находиться уже улей. Вот и улей. А вот ловушка. Обязательно нужен дымарь. Без дымаря никак. Пчела местная популяция. Она проявляет как бы изглобливость. Но маточку я у нее поменяю. Если с успехом я найду ее сейчас, то прямо при пересадке я матку эту удалю. Если, конечно, она мне попадется. Если не попадется, то через день, через два открою улей. Пересмотрите меня и найду матку. Да, обилие прополиса здесь. Это подсказывает то, что здесь местная пчелка. Первая рамочка. О, и сразу расплод. Составлять будет по порядку. Вот такая вот расплодная рамочка. Пчела темная, 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 черная. Тут расплод разновозрастной. Расплод выходит. Пчела пугливая. Взлобливая. Микрофон опять лезет. Ну, опять расплод. Вот такой расплод. Ну, не супер расплод, я бы сказал, конечно. Решато. Матка старенькая. Возможно. Но не супер. Но, тем не менее, весь расплод собрать, то на всех рамочках он как бы присутствует фактически. Ну, пчела разбегается. Вот и найди матку опять же. Вот расплод здесь вот немножко еще. Последняя рамка с расплодом. Ну, это так. С ладошку, скажем так. Вот где прячется-то пчела. На последнюю рамку сбежала. Ну, там еще в ловушке немало ее сидит. Пчелы. Видите? Опять же, первый признак. Местной пчелы, условно, среднерусской. Ну, неважно, какая бы она ни была, но факт тот, что это роевая пчела. Все, и этого достаточно для меня. Такую пчелу я не приемлю на своей пасеке, которые пчелы роятся. Ну, что ж, мы тут можем наблюдать. Вот так вот пчелы. Матку я пока не нашел, не увидел. Но сейчас тряхну я эту пчелу и поищу матку. Ну, что ж, в этой куче пчелей, в ловушке. Маточку я отыскал. Вот она матка. Матка поймана. Я ее забираю. Ну, и сюда взамен принесу с нуклеусного парка маточку Бакфаст. Молодую, плодную, сигалетнюю. Взял пчелы. Потом посажу в клеточку для любителей среднерусской пчелы. Пожалуйста, любителям среднерусской пчелы, пожалуйста, обращайтесь. Маточки у меня есть. Может, кому-то и нужно. Какое-то время они будут храниться. Ну, а потом все. Я про них забываю. Естественно, мне нужны мои пчелы, на моей пасеке. Ну, вот. Пересадил рая 16-го и займемся себя 17-м раем сейчас. Так, друзья, вот приготовил маточку с нуклеусного парка Бакфаст. Ну, тут посадил без обслуги. Матку здесь удалил. Ну, и сразу сверху на пару дней ложу ее через пару дней, убирая задвижку и пчелы выпустят матку. Так, еще отвечу на кое-какие комментарии. Ну, не один, несколько человек так вот периодически пишут. Ну, как это же бродячие раи, генофон, пасеки, трудневый фон, нарушишь труда и суды. Каким образом, ребята? Каким? Я же не вывожу маток от самой лучшей на своей пасеке. Зачем мне это надо? Если у меня есть хороший материал, приобретенный, я ввожу только F1. F1. Сейчас раев привез. Фактически все уже. Матководный период у меня закончился. Матки облетели. Сидят на Клеусах. Да, последняя партия, может быть, еще не облетелась. Но либо тут больше 100 семей Бакфаста и плюс я привез сегодня 11 раев. И что там у нас в этих раев трутень есть? Да, может быть, где-то в какой-то ловушке есть трутень. Неужели он спарится? Ну и спарится. Это же будет F1. Мне не важно. У меня пасека медового направления. Если там матка спарится, то и 101% спарится вот с этим трутнем, привезенным на мою пасеку, я потом от этой матки материал не беру для вывода маток. Все. Я думаю, ясно и понятно. Ладно, друзья, приступаю. Переселять буду ловушку сейчас номер 17. Она тут рядом стоит с этим ульем. Посмотрим, что там вообще попало в эту ловушку. Сейчас я привезу ульи, поставлю и буду вскрывать. Продолжение следует...